всем привет меня зовут иговкина мария и сегодня мы с вами будем рисовать вот такой вот красивый фасад фрагмент фасада с кустом роз плетистых очень такие красивые розы я подготовила уже эскиз да то есть в карандаше под основу я немножко поменяла здесь перспективу там она специально широкий угол у фотоаппарата она немножко искаженная да я чуть-чуть ее успокоила сделала более такую стандартную перспективу с одной точкой схода и наметила общими массами где у меня будут располагаться вот эти вот ветки мы с цветами чуть-чуть это обозначила где будет куст то есть я ничего не прорисовываю никакие мелочи чуть более детализирована у меня дверь а все остальное чисто наметила где она будет буду делать это все маркерами предварительно клячкой я убираю лишний грифель так как у меня карандаш достаточно мягкий и может испачкать наконечник маркера особенно светлых оттенков так как розочки здесь такие достаточно светлые яркие листы и цвет не стал таким грязным я уберу немного лишний грифель самым светлым оттенком r53 возможно у вас будет какой-то чуть другой оттенок ничего страшного здесь главное просто посветлее потемнее самый темный я широким пером общими массами набрасываю где у меня будут вот эти вот красивые крупные розы да то есть прям вот такими большими пятнами уже рисую отдельно цветочки вот эти дальние розочки они достаточно темные поэтому их можно будет сразу сделать другим цветом какие-то вот крупные особенно розы которые важны для сюжета более такие значимые либо вот эти вот гроздья по несколько штук до их можно прям одной массы нарисовать какие-то чуть покрупнее какие-то чуть помельче очень крупно не делаю как на фотографии до чтобы опять же не было вот этой искаженной перспективы немножко розочек там наверху так и вот здесь вот у нас с вами такая большая прям масса красивая если вы не хотите чтобы был виден вот этот контур до то его надо еще побольше подстереть иначе если вы покроете маркером то уже мы с вами карандаш не сможем стереть но с другой стороны если к этому относиться больше как такому эскизу быстрому скетчу то ничего страшного если где-то будет просвечивать построение здесь я могу прям вот такой большой группой закрасить и вот здесь вот такая достаточно большая тоже группа цветов на самом деле мы берем референс такой как помощник и где-то что-то мы можем с вами немножко менять то есть я вот не хочу делать вот эту вот разницу до что вот около дома вот здесь вот они прям совсем мелкие а вот это вот ветка который на нас сюда свалилась они прям огромные то есть не хочу делать между ними прям такую колоссальную разницу сделаю вот эти вот чуть помельче но не прям так сильно как на референс как на фотографии так обозначаю вот здесь вот у меня еще такая группа цветов достаточно большая так и вот здесь вот тоже такой получается ряд розочек и какие-то одиночные у нас с вами около двери а теперь я беру более темные оттенки r73 и r63 и уже чуть внимательней начинаю добавлять полу тени оттенки очень близки по тону но разные по цвету поэтому вы смотрите можно для живописности работы добавлять в разные розочки разный цвет даже если мы присмотримся к нашей фотографии то мы найдем очень много различных оттенков в наших розах какие-то они более теплые какие-то розочки у нас получаются похладнее и здесь уже можно слегка показывать листочки лепестки точнее правильнее быть сказать лепесточки у цветочков да так вот это все достаточно яркий поэтому я не буду очень много мне больше нравится как смотрится 73 тут на самом деле можно работать как и кистью как и широким перу если у вас классик то вы можете тонким до пулей наконечником работать розочки которые у нас с вами уходят в края листа мы их наоборот как бы специально не прорабатываем чтобы они оставались такими вот пятнышками а чем ближе к серединке тем мы делаем цветочки более детальнее чтобы они как раз держали наш центр привлекали туда больше внимания старайтесь утемнять больше как бы серединку розы да все таки там самые плотная тень там максимально сгруппированы вот эти вот лепестки поэтому там самое получается такое темное местечко туда мы и накладываем наши тени а есть какие-то там цветы которые целиком в тени их можно прям сразу более каким-то темным сделать маркером и чуть-чуть еще добавлю с 42 где до чтобы он был не только в серединке смотрите как интересно получилось что она где у меня широкое перо да там более чернила сконцентрировались видимо так маркер лежал у меня там получился чуть поплотнее цвет во все розочки я не буду добавлять этого оттенка иначе это будет уже опять не очень они станут слишком все одинаковые они там достаточно все разные поэтому еще столько вот некоторые выберу и чуть-чуть нам туда этого цвета все пока я оставлю розы я к ним еще вернусь их доработаю сейчас хочу набрать немножко массу до зеленых листьев опять же начинаю самого светлого g43 широким пером я даю самые такие светлые листочки отмечаю их тоже такими крупными стрихами есть у меня вот здесь вот как бы на переднем плане несколько листьев которые достаточно светлые вот на этой вот ветке тоже мы делаем эти листочки начинаем вот именно с листочков из розочек потом чтобы легче было сделать фон потому что мы сейчас не можем залить его из-за того что они не понимаем четко контур наших веток да нет у нас его а прорисовывать карандашом но это достаточно долго если прям весь контур вырисовывать поэтому проще сначала сделать все это дело цветом маркером а потом уже соответственно делать фон вот раскидали мы самые светлые листья теперь я беру g52 цвет вот этот вот следующий по тону и набираю вот эти вот тоже основные массы листьев обходя при этом конечно же розочки до чтобы они остались у нас яркие и светлые где-то можно даже дать им немножко белого контура чтобы они больше так выделялись силуэтно потом если что-то где-то будет лишнее мы всегда можем с вами закрасить до исправить это можно немножко все это дело накладывать такими штришками чтобы имитировать как раз вот эту листву то есть не заливайте прямо так ровно сплошной штриховкой да а чуть-чуть показываете какие-то там листочки хотя вот я их не прорисовываю то есть я их не вырисовываю что прям каждый листик был на листик похож но в то же время я и не сплошняком от кого-то вот просто все заливает а я немножко их меняю направление штриха но вот здесь вот где поплотнее где поплотнее там можно добавить более плотную штриховку такую даже тушевку и краю листа мы с вами просто как-то вот свободно там накладываем штрихи чуть просвечивающей бумагой и бросаем там все это дело чтобы опять же сконцентрировать наше внимание на середине листа тут вот листочки больше так вот как бы в разнобой нету таких крупных масс только здесь вот она у нас получается сверху так здесь тоже чуть-чуть можно добавить но в основном там на светлом фоне такие достаточно плотные листья если вам мало розочку можете еще роз добавить так вот здесь вот у нас верхней части вот этой массы получаются листочки посветлее обратите внимание что у нас с вами свет падает сверху соответственно листья сверху тоже светлее а снизу получаются они там тени также как и розы обходим мы также светлые листья которым уже с вами сделали и вот здесь где-то уже можно чуть более мелко поработать штрихом показывая эти листочки которые чуть дальше от нас так и вот здесь вот эта масса но она такая достаточно плотная но все равно мы добавим сюда этот цвет он тоже здесь присутствовал слегка если вам удобно работать пером вы можете делать штрихи перу так и можно этим же сразу цветом здесь конечно цвет немножко такое более холодный более серый вот ну я не стала делать очень как бы большую палитру широкую я решила что все таки все на у нас будет с вами такая более ограниченная поэтому мы сделаем это этот кустик что-то похожее на народа дендрон или еще какой-то куст мы сделаем этим же оттенком g52 просто здесь чуть накладываем штрихи немножко иначе до формируя вот похожий силуэт у куста но так как он у нас тоже тут не самый главный персонаж все таки это нас важнее это розочки а он у нас для уравновешивания композиции нужен нам этот куб чтобы нас этот угол не был совсем пустым так все переходим к следующему оттенку это у нас с вами получается биджи биджи 51 и набираем кое-где делаем еще листья плотнее здесь можно намеренно работать как раз вокруг роз чтобы они выглядели более силуэт надо выделить их на фоне чуть этим цветом можно уже дать каких-то более аккуратных листьев но в то же время смотрите чтобы это тоже до детализируем ближе к середине при живот к двери и я бы наверное сразу бы взяла и более плотный оттенок G30 и по очереди бы ими тут работал сразу потому что где-то мне хочется добавить уже такой темноты прямо вот эти вот листочки которые вот около двери сразу я стволы намечу наши плетистые розы можно коричневым это сделать можно темно серым можно несколько оттенков добавить так и вот здесь вот у меня получается листья которые прям такие в глубине там по фасаду они очень плотные в данном случае мы стараемся темные листья делать вот как бы у нас есть такой выделенный такой объемчик да группа вот этих вот роз и листьев и у нас получается сверху у нас свет в этой области потом полутень и снизу тень то есть мы работаем прямо с таким небольшим объемом не каждый листочек прорисовываем отдельно да что он живет какой-то отдельной своей жизни все-таки здесь можно выделить какие-то группы листьев и мы формируем вот эти вот такие вот шапочки и и и и и и и и и Вот здесь как раз мы прорабатываем темным листьям. Они у нас там достаточно силуэтные, и штришки, обратите внимание, более такие мелкие у нас получаются, потому что там веточки у нас вдали, соответственно, все такое более мелкое. Так, здесь вот на самом деле все очень плотно и темное, но мы не будем туда в край листа уходить и делать темно, оставим там все-таки легеньким, чтобы опять же поддержать центр. Центр делаем более плотным, а туда в края делаем более таким все легеньким. И вот как раз 51 номером здесь можно где-то смягчить вот этот переход, контраст убрать между совсем плотной листвой и такой более светлой. Какие-то вот можно стволы сделать, да, более такими светлыми, зелеными как раз туда в край. Там можно добавить немножко коричневого, например, БР-52. Тоже будет красиво в том плане, что появится новый цвет, и оно будет смотреться более живописно. То есть на самом деле не обязательно прям привязываться к тому цвету, который вы видите на фотографии. И вы можете его, конечно же, с легкостью заменить, если у вас нету, допустим, либо вы считаете, что здесь лучше будет какой-то другой оттенок. То есть это вообще как бы без проблем. Здесь на самом деле можно было бы, конечно, так более поподробно, побольше нарисовать розочек. Ну, как бы не хотелось затягивать урок, поэтому они у нас такие достаточно ограничены. Так, и вот здесь у нас с вами получается тоже 51 номером сделаем полутени. Есть, видите, какие-то прям вот глубокие такие места, более темные, есть, где листиков много освещенных. И потом глубинные тени мы сделаем биджи-50, он как раз даст нам здесь более такой холодный оттенок. Это как бы полутени сейчас мы делаем. Листочки такие средней тональности. Так, ну вот, не знаю, можно чуть-чуть сюда добавить. Но тоже я не буду, так как веточка в краю, не хочу на нее очень много уделять тут внимания. Пока это все дело мы с вами оставляем, еще сюда вернемся. И давайте немножко наберем тон у наших всех остальных элементов рисунка. Я возьму сейчас БР-84 и пройдусь по вот этим всем фасадам, стенам, где у нас есть, присутствует бежевый оттенок. Тоже так, свободно, широким пером. Ну, там можно в глубине сразу взять следующие патоны, да. То есть только вот по самым таким светлым местам. Немножко обозначу цвет. Так, затем беру БР-83. Он более темный. И прохожу с ним уже там в глубине. Немножко я потеряла уже здесь чуть контур двери. Но ничего страшного. Так, здесь у нас где-то с вами получается балкон. Розочки обхожу. Очень много внимания архитектуре я не хочу уделять. Поэтому легкими штрихами просто обозначаю, где у меня что. Больше хочется внимания уделить все-таки розовому кусту. Так, ай, ну вот этим цветом, кстати, можно сделать внутри фокон. Вот эти жалюзи. Они там тоже такие достаточно бежевые. Так, вводим следующий оттенок. Это тонер грей 7. Вот такой вот серый цвет. И мы делаем тени на белых элементах. Тут вот у нас вроде все белое, да, вокруг двери. Но на самом деле оно достаточно все плотное. Гасим везде там этот белый цвет. Можно взять чуть посветлее оттеночек, да, если хочется. Чуть-чуть посветлее все это дело оставить, такое более легкое. Вот здесь вот подальше от карниза, да, от навеса уже больше попадает света. А под него можно так вот на отмышь прокрыть вот эту всю часть. Потому что она все равно там в тени. На самом деле и розы там тоже такие более плотные. Теперь я беру биджи 50 и широким пером, аккуратненько, но достаточно такой темный цвет, подчеркиваю все перекрытия. Можно также сделать этим цветом стекло. Декор не рисуем, это мы все потом сделаем ручкой. И также вот эту тоже плиту балконную. Тоже. Здесь вот надо обойти все. Этим же цветом, только тонким пером, я могу подчеркнуть тени. Чтобы этот цвет у меня присутствовал не только в козырьке, да, но еще где-то. Этот же цвет, синий, мы можем добавить, сделать им ограждение на балконе. То есть обратите внимание, да, не обязательно все делать серым цветом. Для большей такой живописности можно включать другие различные интересные цвета. И этим же цветом можно, например, сделать какие-то глубокие тени на зелени. На самом деле тоже вот это вот самое то, что внутри у нас получается, да, он сделает зелень такую более холодную, более плотную. И будет интересно тоже смотреться. Она не будет такая, как бы, скучная вся, обычная зеленая, а получится поинтересней. Но не слишком много, потому что все-таки общий цвет зелени там такой приятный, теплый. Поэтому не хочется совсем его убирать. Чуть-чуть добавлю также в тени. Подчеркну вот эти вот окна. Слегка. Вот и все, не буду там больше трогать. Дальше переходим к двери. Делаем заливку BR52. Там на самом деле цвет такой более, конечно, холодный. Но я оставлю теплый. И этим же цветом делаю предверный коврик. Он вот с этого стороны более плотный. Туда мы сразу накладываем больше слоев. И вот эту часть тоже сразу погашу. Кстати, вот этим тонер грейс 7 можно сделать всю улицу. Здесь бы тоже я не стала сильно детализировать, сделать просто какой-то намек на основание. Так, и чуть больше внимания нам нужно с вами уделить нашей дверке. Да, так как она у нас все-таки важный такой персонаж. Здесь я работаю более темными оттенками. И уже смотрю, да, у меня получается самые плотные тени как раз в углах. И вот во всех этих декоративных филенках, да, вот я их подчеркиваю. Сверху у меня получается они в тени, а снизу получается наоборот, они на свету. Почтовый ящик. И нижнюю часть тоже она здесь вообще такая плотная. Так, здесь нижнюю часть мы оставляем светлым с вами. Как бы делаем такую инверсию. То есть у нас с вами меняется наоборот, да, то что темное мы оставляем коричневым, а коричневым, а вот это делаем наоборот светлым. И чуть-чуть растушевываю 60 номером, да, то есть оставляю вот эти вот области света, которые у нас были сделаны 52, а то что уходит в тень, делаю 60 и 50 вместе сразу. То есть вот здесь вот у нас получается вот досюда такое темное пятно, а потом там идет как бы отражение уже, да, дверь все равно такая глянцевая, и она там более светлая, получается вот где-то вот досюда вот. Опять оставляем там свет. Его на самом деле можно в целом потом сделать и гелевой ручкой, если вдруг вы закрасите. Вот так вот примерно. Тут чуть-чуть можно тоже это все немножко растушевать 52. Такими красивыми получается пятнышками. Так, ну и все. Теперь смотрите, мы с вами берем наш тонер Грейсиэй. И некоторые розы мы прямо вот в один слой по ним проходимся, чтобы они у нас с вами ушли в тень. Какие-то не целиком, а только снизу, да, чтобы они там стали более такими спокойными, более серыми. И они как раз уйдут на задний план. Где-то вот просто снизу вот такую тень сделать, да, вот у розочки, вот прям снизу, как чашечку. Как будто внутри нее немножко темно. Но самое главное это не перестараться, очень много таких роз не делать, иначе все у нас с вами потухнет. Вот, да, вот этот красивый оттенок, он у нас уйдет. Все станет немножко такое пасмурное и мрачное. Но чуть-чуть вот, которые на дальнем плане розы, которые в глубокой тени, вот они там спрятались, да, их прям надо вот немножко погасить. Иначе у нас не получится пространства. Они все будут на переднем плане, все будут лезть вперед, и не будет нужного нам с вами объема. Так, вот и все. И чуть-чуть мы берем с вами вот этот темный оттенок, 71-й. Можно добавить 42-й. Тут посмотреть, как их почередовать. Так же, как вот я вам говорила, да, где-то можно одним цветом поработать, где-то можно другим. Ну, все они розочки тут разного оттенка, поэтому чуть-чуть по-разному сделать. Какую-то вот сделать 71-м, которая более такая теплая роза, да, более, например, темная. И здесь мы уже работаем так более тоненько, более аккуратно. Мы делаем прям самую сердцевинку каждой розочки. Ну, не каждой, я имею в виду, над которой мы сейчас работаем. Делаем вот эти вот самые такие тени в этой розе. Так, особенно вот внимательно, которые у нас с вами здесь вот в середине, да. Вот эти вот розы мне даже больше нравятся, что вот они такие смотрятся такой светлой шапкой, поэтому я не буду их там трогать. То есть я лучше вот немножко погашу вот эти розы, которые здесь поближе к дому. Они такие более плотные, которые маленькие. Вот их сделаю потемнее, сюда побольше включу этого цвета намеренно. А вот эту шапочку, которая получается больше как бы на свету, я специально оставлю более светлой. Ну вот, в целом, в принципе, осталось у нас с вами сделать вот биджи 50. Вот эти вот тени глубокие, при которой я говорила, да, вот на этом кустике. Тоже вверх более светлый мы оставляем, а темноты плотности вот это добавляем вниз, где у нас свет попадает с вами меньше. Так, здесь нужно обозначить какое-то местечко, откуда все это дело растет, а то странно будет, что из камушков, да? Так, ну, в целом, можно еще вот... БР-60 чуть сделать вот эту катку деревянную. Так. И вот здесь мне еще хочется чуть-чуть сделать немножко темных листиков на фоне окна. Вот так вот. В целом, тут у нас получается с вами все. Вот, смотрите, можно добавить биджи 10. В принципе, если у вас нет этого оттенка, ничего страшного. То есть, и можно сделать какие-то совсем плотные тени. Что-то подчеркнуть. Опять же, те же стволы подчеркнуть роз. Например, сделать какие-то максимально плотные тени на двери. Он немножко получается другой оттенок, более такой серо-зеленоватый. Поэтому тоже добавляет какой-то своей живописности, красоты. Можно вместо синего, например, использовать везде вот этот вот биджи 10. То есть, делать в тенях его больше, добавлять у листьев. Он тоже очень красиво сюда подходит. Особенно вот здесь вот некоторые плотные такие прям совсем моменты. Можно этим цветом смело сделать. Он тоже очень такой красивый. То есть, я люблю добавлять большое количество цветов. И вы также можете экспериментировать, добавлять какие-то свои оттенки. Чтобы все это было более интересно, живописно. То есть, чем больше у вас цветов будет в зелени, тем на самом деле лучше. Когда вот одним-двумя делаешь, немножко она такая все-таки получается скучноватая. То есть, даже когда вот такой более темный добавил сюда, синий, все это становится интереснее и правдоподобнее. Потому что наш глаз различает огромное количество цветов. Вот. Ну, что-то вот такое вот. Опять же, да, не лезу вот в эти вот края, не делаю деталировки. Даже, не знаю, вот здесь вот бы вот это вот ограждение не делать очень темным. То есть, я, может быть, его бы сделала вот даже семеркой. Потому что, если я сейчас сделаю его очень черным, оно прям сразу вывалится здесь и будет притягивать к себе огромное внимание. И будет немножко разрушать нашу композицию. Раздробит ее. Вот чуть-чуть в край можно добавить, да, синего вот сюда вот. А уже в этот край. А в этот край не стоит. Иначе будет разваливаться. И сюда вот тоже можно немного добавить этого цвета, чтобы здесь не было так пусто. Ну, тоже без каких-то сильных вмешательств. Чуть падающую тень на здание. Ну, и все в целом. Смотрите, здесь уже как бы для финиша можно добавить каких-то небольших контуров, подчеркнуть совсем какие-то самые мелкие фрагменты. Если вам хочется. То есть, чуть-чуть внести какую-то деталировку. Что-то там подправить. Ну, на самом деле, сильно бы я не стала, чтобы оставить вот эту вот красивую такую легкость. Чуть-чуть где-то что-то. В розы точно не надо трогать, чтобы они были светлые. Такие легкие, красивые. Поэтому их мы с вами не будем обводить. Так, и можно белой ручечкой, то, что я вам говорила, сделать вот этот вот узор. Так, там их получается 4 штучки. Все-таки он такой сюда немножко вот этой романтики добавляет, да? Розы, они такие нежные. И поэтому этот узор здесь как бы хорошо с ними вместе работает. Поэтому мы его с вами сделаем. Если получается у вас слишком белым, то можно потом будет подправить, протонировать сверху серым маркером. Ручка, когда высыхает, ее можно потом протонировать. Вот, размазывать надо здесь аккуратно. Можно немножко лишку размазать. Будет не очень красиво. Поэтому лучше вот она сейчас высохнет, да? Когда вот она высохла, вы прям аккуратно, тоненько в один слой пройдитесь серым цветом, и она у вас приглушится. Все, вот такой вот у нас получился с вами быстренький рисунок.